МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это информационная программа Республика и я, Ольга Григорьева. Мы познакомим вас с событиями четверга. Сокращая расстояние, микрорайон Новый Город со столицей республики теперь связывает современная трасса. Ее торжественное открытие состоялось сегодня, но машины по свежему асфальту ездят уже с середины ноября. Все это время рабочие благоустраивали территорию. Дмитрий Ковалев продолжит тему. 700 метров от главной трассы. Расстояние, казалось бы, небольшое, но для жителей нового микрорайона эта дорога значит многое. Ее строительство было поставлено на особый контроль. Проводились постоянные совещания, инспекция. Раньше, чтобы попасть в Новый Город, его жителям приходилось продрывать примерно 10 лишних километров. Добираться до существующей авторазвязки, а потом разворачиваться обратно в сторону Чебоксара. Сейчас повернуть к микрорайону можно прямо около поста ГАИ. Сэкономят время и деньги не только жители, но и строители, возводящие здесь новые дома. Подрядчики рапортуют. Работы были завершены раньше намеченного срока. Проложив асфальт, еще несколько недель им понадобилось на обустройство коммуникаций. Дорожникам пришлось укладывать специальные защитные футляры для проходящих здесь газовых труб. Работали круглосуточно, работу организовали, чтобы жителям Нового Города был Новогодний праздник. Поэтому ближе к Новому Году мы открыли эту дорогу. Эти сотни метров обошлись бюджету 80 миллионов рублей. Дорожное полотно устроено с использованием новых технологий. В его основании специальные материалы. Через годы они станут крепче монолита. Подрядчики дают четырехлетнюю гарантию. Уложено около 100 миллионов рублей через конкурс, который выиграл у нас. Чуважный автотор был заэкономлен почти 17 миллионов рублей. Эти ресурсы мы отправляем на эти же участки. Хочу раздеть славу благодарности Федеральному центру Министерства регионального развития, потому что они с пониманием отнеслись и выделили ресурсы. Хотя на строительство данного участка дороги средства были выделены буквально в сентябре месяце. Дорога получилась действительно качественной, дает первую оценку глава республики. Уже по традиции официальная делегация проезжает по новой трассе на автобусе. Экзамен подрядчики выдержали. Жители теперь мечтают об автобусном маршруте. Остановочные павильоны здесь уже установили. Ездят утром, конечно, маршрутки ездят, три маршрута, 54-й, довозят здесь до сады, ну как, по пути там. А так мы ждем транспорта. Для развития нового города эта дорога имеет огромное значение. Уже в этом году здесь дадут 240 квартир. Работы идут полным ходом. Сейчас строители благоустраивают дворы. Для новоселов создают все необходимое. Подведены все коммуникации. Квартиры уже с готовой отделкой. В киске кухни, все, стол поставил. Все, уже все, нужно жить. Но мы рассчитываем, что здорово сработать поликлининг за месяц. Ключи жильцам обещают вручить уже к Новому году. Среди счастливых новоселов будет много сотрудников полиции. В следующем году здесь планируют сдать еще около 500 квартир. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Сегодня же глава республики решил посмотреть, как дорожные службы устраняют последствия недавнего снегопада. Михаил Игнатьев проехался по городским улицам. Первая остановка – автомобильный мост на проспекте Мира. Дорожные службы здесь расчищали бордюры и пешеходную зону. В последние дни погоду бросало из крайности в крайность. После снегопада пришло потепление. Тротуары покрылись большим слоем льда. Рабочие расчистили дорожки. Большой трудовой десант сегодня был задействован на уборке парка Победы. За несколько часов они вывезли отсюда большое количество снега. Михаил Игнатьев поблагодарил коммунальщиков. Рабочие попросили оценить их труд по достоинству. Глава республики поручил руководству предприятия увеличить своим сотрудникам премии. Пожаловались дорожники и на то, что в рабочее время им отказывают в бесплатном проезде. От гололеда днем удалось избавиться не везде. На подступе к обелиску павшим воинам Михаил Игнатьев увидел слишком скользкие тротуары. Ознакомился глава республики и как городские власти готовятся к новогодним праздникам. Мэр столицы доложил Михаилу Игнатьеву, что на Красной площади скоро начнет свою работу уличный каток. Откроется резиденция Деда Мороза. Большую елку здесь уже установили. Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с председателем Болговятского банка Сбербанка России Сергеем Мальцевым. В беседе также участвовал управляющий Чувашского отделения Сбербанка России Вячеслав Александров. Михаил Игнатьев подчеркнул, что сохраняется высокая конкуренция в финансовой сфере. Растут банковские депозиты и количество привлеченных средств от физических лиц. А это свидетельствует о доверии жителей республики к Сбербанку. Было также отмечено, что финансовое учреждение создало хорошие условия для привлечения клиентов, в том числе и на селе. За долгие годы, в один год, в 2013 году запускаем два таких крупнейших производства, как производство материалов красноармейские и граммолочный завод на 200 тонн переработки молока в сутки в Ярдовском районе. Председатель Волговятского банка Сбербанка России Сергей Мальцев сообщил, что на сегодня большое внимание уделяется развитию филиалов. Кроме того, планируют открыть кафедру Сбербанка в ЧГУ. Кредитное учреждение заинтересовано в том, чтобы молодые люди работали в республике, а не уезжали в другие регионы. Сергей Мальцев отметил также, что чувашское отделение Сбербанка России ежегодно становится одним из самых крупных налогоплательщиков в республике. В Чувашии к реальному сроку лишения свободы приговорили бывшего руководителя Республиканского управления Федеральной налоговой службы Аркадия Дергачева. Верховный суд Чувашии признал экс-руководителя виновным в превышении должностных полномочий и использовании заведомо подложенного документа. Галина Титарчук из зала суда. По информации Следственного комитета в 2006-2008 годах Дергачев незаконно подписал три дополнительных соглашения к ранее заключенным госконтрактам на капитальный ремонт, реконструкцию трех административных зданий территориальных подразделений управления в нескольких районах республики. При этом стоимость проводимых работ без увеличения их объема возросла более чем на 5,5 миллионов рублей. Кроме того, также было установлено, что в результате вмешательства Дергачева при строительстве здания налоговой инспекции в городе Шумерле были допущены значительные отступления от норм проектно-осмертной документации на строительство этого здания, которое прошло государственную экспертизу. В результате строительство здания шло ускоренными темпами. Кроме того, в техническом подполье по требованию Дергачева был построен спортзал, который не был предусмотрен проектно-осмертной документацией. В результате здание в Шумерле не отвечает требованиям строительных норм и правил. Строительство с отступлениями от требований документации также оказало существенное влияние на несущую способность и эксплуатационную безопасность здания. Техническое подполье периодически затапливается грунтовыми водами. Это, в свою очередь, приводит к сбоям в работе системы вентиляции. По стене ползет грибок, а фундамент разрушается. Кроме того, в 2009 году в результате незаконного вмешательства Аркадия Дергачева был расторгнут госконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания инспекции ФНС по городу Чебоксары. Ранее заключенный по цене около 6 миллионов рублей с одной организацией и заключен новый государственный контракт на выполнение аналогичных работ, но уже с другой организацией. По данным следствия, в интересах руководителя которой действовал Дергачев на сумму свыше 10 миллионов рублей. Также было установлено, что Дергачев нарушение требований действующего антикоррупционного законодательства не указывал в ежегодных декларациях своих доходов о том, что на его счетах в банках имеются значительные денежные средства на сумму свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей. Сам Аркадий Дергачев категорически отрицает свою причастность к конкриминируемым ему преступлениям. Более того, экс-руководитель налоговой службы настаивает на том, что уголовное преследование в отношении него носит заказной характер. Сам он никаких денег ни от кого не получал. И действовал всегда в рамках закона и своих должностных полномочий. Обвинение было заказное. Оно, как вы услышали в приговоре, строится на предположении в догадках двух человек, которые сами находятся на крючке у правоохранительных органов. Материал уголовного дела – 38 томов. Допрошено более 150 свидетелей. На оглашение приговора ушло почти 45 минут. Путем частичного сложения наказания окончательно для отдувания Дергачева определить наказание в виде решения свободы сроком на 3 года с отдуванием наказания в колонии-поселении. Меру пресечения Дергачева оставить содержание под стражей. Срок наказания Дергачева с учетом времени содержания его под стражей исчислять с 16 ноября 2011 года. Приговором в отношении Дергачева обвинение удовлетворено. Наказание ему определено в соответствии с статьей 60. Оно назначено с учетом характера и степени общественной опасности, данных о личности самого Дергачева. В то же время законом нам предоставлено 10 суток на изучение протокола судебного наседания. И после изучения всего дела заново с учетом протокола мы будем уже решать, будем вносить мы кассационное представление на данный приговор или нет. Аркадий Дергачев с приговором не согласен. И в течение 10 дней он собирается подавать кассационную жалобу Верховный суд России. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня появились и официальные источники, сообщающие о задержании главы администрации Канаша Родиона Мясникова. Напомню, программа «Республика» еще во вторник рассказала об обысках в кабинете главы администрации и его зама по финансам Иосифа Яковлева. Как сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда города Чебоксар, органы УФСБ Почувашия обратились с ходатайством о задержании только в отношении Мясникова. Канарский сети-менеджер подозревается в покушении на мошенничество в особо крупных размерах. По данной статье подразумевается наказание до 10 лет. Родион Мясников заключен под стражу на два месяца до 4 февраля 2013 года. На календаре 6 декабря и многие уже начинают считать оставшиеся до Нового года дни. В преддверии новогодних праздников торговые центры, магазины, развлекательные комплексы, открытые площадки, одним словом, все места массового скопления людей становятся зоной особого внимания. Важно, чтобы все эти объекты были безопасны для отдыхающих, чтобы не повторились трагические события, потрясшие когда-то всю страну. Сотрудники МЧС России до Нового года проверяют все места, где будут проходить новогодние и рождественские мероприятия. Всего по республике надо проверить 873 объекта, на сегодня проинспектировано больше половины. Вместе с пожарным надзором сегодня в рейд отправилась и моя коллега Данифа Тагирова. Сегодня сотрудники МЧС навестили Чебоксарский дворец детского и юношеского творчества. В первую очередь пожарный надзор интересует срок годности огнетушителей, безопасность электропроводки, состояние сигнализации, исправность пожарного водопровода. По всем показателям к дворцу претензий не было. В целом, по проверкам данного учреждения, каких-либо нарушений не выявлено. Можем сегодня сказать, что данное учреждение готово к приему. Правда, пока не установят главный атрибут Нового года, полное разрешение получить нельзя. Чтобы лесная красавица порадовала детей в новогодний праздник, нужно соблюсти еще ряд пунктов. Есть требование к установке елки. Она должна надежно крепиться, чтобы исключить ее падение, опрокидывание. И она не должна по высоте касаться потолка. Не менее чем одного метра должно быть расстояние стен и потолка. Гирлянды должны быть только заводского изготовления. Мощностью не более 25 ватт. Во всех помещениях, где у нас проводятся такие мероприятия, запрещать использовать какие-либо пиротехнические устройства, бенгальские свечи. До 20 декабря сотрудникам пожарного надзора надо проверить еще половину всех учреждений. Днифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика. И сегодня в московском районе столицы прошел рейд по магазинам, киоскам и ларькам. Чиновники и представители прокуратуры проверяли торговые объекты вблизи школ и детсадов. Выясняли, реализуют ли в них табачные изделия. По закону это запрещено. Нарушители нашлись. Комиссия сегодня побывала вот в этом магазине. Он в северо-западном районе столицы, вблизи студенческого сквера. Рядом детский сад. Вывеску указывает на торговлю полуфабрикатами. А сам магазин нравится жителям этого дома. Нам очень удобно за хлебом выйти, за молоком выйти, особенно бабушкам. Сидим с малышами. Очень удобно. На магазин торгуют и табачными изделиями, а это уже не нравится комиссии. Съемочную группу по такому поводу, разумеется, тут не ждут и от съемок отказываются. Продавать табачные изделия вблизи образовательного учреждения нельзя. По закону табу действуют на расстояние 100 метров до границы школы или детсада. Делаю несколько контрольных замеров. Данный магазин находится на расстоянии 14,5 метров от дошкольного образовательного учреждения номер 38. Магазину вынесли предупреждение. Контрольные проверки по своей линии проводит и прокуратура. Говорят, бывает, торговые объекты ошибочно определяют расстояние, а где-то подводят незнание. Зачастую в качестве оправдания руководители торговых организаций приводят доводы о том, что они не знали о том, что такие нормы существуют. Что расстояние между торговой организацией и образовательным учреждением составляет более 100 метров. Такие доводы существовали. И после действительно аргументов в виде контрольных замеров показывали, что действительно расстояние соответствующее, которое не позволяет им осуществлять реализацию табуличных рекламов. Если предупреждение не возымеет силу и торговый объект добровольно не устранит нарушения, то в ход идут другие меры – штрафы или иски в суд. Правда, сумма штрафов минимальная. Для должностного лица варьируется от 3 до 4 тысяч, для юридического – от 30 тысяч до 40. Ольга Григорьева, Регина Тимофеева, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня в Национальной библиотеке открылся Зал национальных культур. Главная его цель – воспитание толерантности, уважения к культуре и традициям разных народов. Зал должен стать местом организации выставок, встреч для представителей различных национально-культурных объединений. По данным последней переписи населения, в Чувашии проживают представители 128 национальностей, 8 этнических групп и 14 конфессий. Их объединяет многое – социальные, общественные, бытовые и культурные интересы. Не случайно Зал национальных культур создается в самой крупной библиотеке республики, где сосредоточено огромное множество информации, где используются самые современные возможности ее распространения. Открытие Зала национальных культур – серьезная основа для диалога культур разных народов, живущих в республике. Библиотека поможет в организации и проведении конференций, семинаров, направленных на развитие толерантного отношения к разным национальностям и народностям. Окажет содействие в работе по адаптации мигрантов. Ежемесячно у нас будут какие-то совместные мероприятия, посвященные культурам разных народов – белорусской, чеченской, грузинской, армянской и так далее. Вот так вот, ну, все зависит и от национальных культурных центров. В то время, в тот день, когда они захотят здесь провести, наш зал будет открыт всегда для них. Чувашстат опубликовал итоги переписи 2010 года о национальном составе. Более чем за 20 лет, с 1989 по 2010 годы, численность чувашского населения в республике сократилась на 92 тысячи человек. Однако надо отметить, что в ходе переписи национальная принадлежность указывалась опрошенными по желанию. Согласно переписи, в республике проживают 815 тысяч чувашей, что составляет 67,7% от общего числа жителей региона. Чуваши по-прежнему сохраняют в своей республике статус титульной нации. В целом, по России насчитывается 1 миллион 435 тысяч человек. Это чуть более 1% от общей численности. В общероссийской национальной картине чуваши занимают пятую строку после русских, татар, украинцев и башкир. В родной республике чуваши традиционно являются наиболее многочисленными. За ними в Чувашии по численности следуют русские – 323 тысячи человек, почти 27%. Татары – 34 тысячи или почти 3%. И мордва – 13 тысяч жителей и 1%. Украинцы и морейцы по численности не дотягивают до пятитысячного порога. Представители других национальностей составляют 0,85% от общего количества населения республики. Чуваши также являются домом для значительной группы белорусов, армян, азербайджанцев, таджиков, цыган, узбеков, немцев и молдаван, башки, рудмуртов и евреев. При этом в города республики активно переселяются представители таджикской национальности. С 2002 по 2010 годы их численность увеличилась на 44%, 146 человек. Это самый высокий темп роста среди других этнических групп. Чувашию знают и за рубежом. На днях из Турции с фестиваля урожая вернулся фольклорный ансамбль «Кубняночка» Комсомольского района. В городе Мерсин прошло карнавальное шествие – праздник апельсина, который привлекает тысячи туристов и не только из Турции. Праздник проводится в конце ноября, начале декабря, когда начинается сбор зимнего урожая цитрусовых. В Турцию приехали творческие коллективы из 25 стран мира – Индии, Индонезии, Болгарии, Китая, Украины, Белоруссии и Сербии. В этом шествии принял участие и коллектив под руководством Альбины Кошкиной – ансамбль «Кубняночка». Ансамбль в первый раз принял участие в этом фестивале, хотя чувашских артистов на турецкой земле уже знают. А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok